Я не обращала на это внимание, так как у меня двое детей, здесь семейная жизнь, ну, все это работа, и поэтому я всегда считала, что... И вы работали врачом в этом году? Да, я работала врачом, да, но я не обращала на внимание на то, что у меня было в груди, я считала, что это все пройдет, не стоит на этом просто заострять внимание. Когда у меня мой брак, в общем-то, развалился, я стала жить с другим мужчиной, и мы поехали на море, где мы были так счастливы, прекрасно, но после приезда с моря грудь моя стала моментально изменяться, и в конечном итоге вместо груди у меня висела огромная опухоль. Вот. Я обратилась к своим коллегам, но они очень-очень брезгливо меня разглядывали и говорили, можешь дальше не раздеваться, можешь одеваться. Ты тогда, ты как сама врач могла допустить до такого состояния, что, в общем-то, мы считаем, что вы не оператор. Я хочу сказать, вот вы говорите, я немножко буду комментировать, то есть я тоже прошел специализацию по онкологии, я могу сказать, что часто, и работая терапевтом и в деревне, и в городе, я хочу сказать, что на онкологических больных, на них уже определенное, как бы, врач смотрит с определенным состоянием. То есть вот я помню, как мне за отделением говорили, слушай, только не трогай, выпиши им обезболивающие, и чтобы их не видеть. Потому что физиотерапии им нельзя, физкультура им нельзя, значит, ничего им нельзя, поэтому, говорит, вот сделай так, чтобы обезболивающие и все остальное, там витаминчики, потому что там малейшее что-то, им ничего нельзя. И вы когда сказали, что брезгливо посмотрели, поэтому, когда на пациента смотрят, иногда уже, как бы, смотрят, как, ну, с ним уже ничего сделать нет. Извините, что я перебил. Нет, 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 все нормально. И, ну, он сказал, что необходимо лучевая, там, это сказал, я подумаю. Ну, я опять, значит, решила, что у меня еще есть время. Ну, тогда, когда состояние у меня стало ухудшаться, то есть у меня пошел отек, правой руки. Лимфостаз уже? Да, лимфостаз начался. Дело в том, что у меня появилось покашливание, вот, мне иногда не хватало воздуха, вот. Я поняла, что что-то не то. Я опять обратилась к коллегам, но в этот раз уже к другому. Он у нас в Ашхабаде, кандидат медицинских наук, в общем-то, светила мамология. Вот, он тогда мне тоже, только я разделась, он сказал, одевайся, вот, необходима лучевая терапия, необходимое обследование, и я так думаю, что у тебя осталось совсем мало времени. Свет, а сколько детям лет в это время? Да, и он сказал, что тебе надо подумать о детях, потому что к тому времени у меня, это самое, младшей девочке было семь лет, а старшей, соответственно, было тринадцать лет. Ну, я сказала, что хорошо, я подумаю. Вот, я решила ехать в Москву, я приехала в Москву, на Каширку, и у меня туда мои знакомые, значит, посодействовали тому, что я попала к зав. отделениям. Когда я пришла, значит, тоже он меня стал смотреть, и тоже так же брезгливо, я бы, вот, вы сказали, что, да, вот, к ним не касаться, но я бы сказала, что еще другое, та грубость, которую я встречала среди именно врачей и онкологов, я не встречала больше ни в день, ни в какой специальности, потому что вот у всех у них почему-то, если ты не приемлишь ту методику, которую они тебе предлагают, то начинается элемент агрессии. И здесь практически было то же самое. То есть он меня моментально отправил обследоваться, там экспресс-методы, которые в подвале проводились, я пошла, все прошла, вот, абсолютно, значит, мне и мамографию сделали, и, значит, и печень мою посмотрели, и сердце, и состояние сосудов, и состояние костной ткани, в общем, абсолютно все меня обследовали. Я пришла с этими результатами к нему, он посмотрел, сказал, ну, что ты хочешь, красавица, ты, мол, долго ты гуляла. Я, например, тебя бы даже не оперировал, я тебе предлагаю только лучевую терапию, а там мы посмотрим. Ну, я ему сказала, что я не хочу лучевую терапию, я против нее. Да, он просто грубо мне швырнул все мои анализы и сказал, что, ну, а ты сдохнешь через месяц, и что? Ну, мне было приятно это слышать. Ну, перед ним, конечно, я показывала, что я очень смелая, и что мне, в общем-то, все равно абсолютно моя состояние. Я сказала, что хорошо, химиотерапия, хорошо, ваша лучевая, вы сожжете мне всю кожу, я потеряю, как говорят, свои последние зубы, свои волосы, у меня разрушится моя печень, у меня будут трястись суставы, вы выпотушите меня все, удалите меня все, я буду средний род, но при этом, оказывается, я должна радоваться жизни. Простите, это не про меня. Я говорю, может быть, я останусь такой, какая я есть. Я повернулась и ушла. Ну, конечно, за дверью я разрыдалась, конечно, я плакала, конечно, мне себя жалко было. Мне жалко было моих детей. Но потом я себя взяла в руки и стала думать, что как-то мне надо из этого состояния выходить. Ночью мне приснился сон, что я должна ехать на восток. Я почему-то решила, что это Индия. Мне мама задавала вопрос, я никому об этом не говорила, и говорит, почему именно туда? Я говорю, не знаю, мам, мне почему-то так хочется. Я знала, что там есть центр, центр реабилитации, где принимают таких больных, как я. Это в каком городе? В Дели. В Дели? Да. Я приехала туда. Пришла туда. Попала на прием к очень интересному человеку. Он мне чем-то вас напоминает. Он очень внимательный и очень с добрым лицом, с добрыми глазами меня осматривал. Говорил со мной очень ласково. Он меня смотрел, посмотрел мои анализы, всю меня прощупал. Без брезгливости, с большим уважением, зная о том, что я врач. Он потом меня посадил и сказал, деточка, тебе осталось жить всего месяц. Я говорю, вы мне ничем помочь не можете. Он говорит, нет, уже поздно. Слишком поздно ты обратилась к нам. Ты потеряла время. Я говорю, знаете, я так издалека приехала, и у меня очень мало денег. Я говорю, может, нужны какие-то средства. Он говорит, нет, дело не в средствах. Дело в том, что действительно поздно. И вам ничем помочь не можем. Я очень расстроилась, конечно. При нем я не стеснялась, но в той буре эмоций, которая выплеснулась. Ну, я вышла из центра. Там недалеко был большой сквер. Ну, небольшой, вернее, для Индии не свойственно больший. Тут так вот, как аллейка, похожая на скверик. Я села на скамейку и стала громко плакать. Мне не хотелось уходить. Из этого мира. Потому что у меня еще были дети, у меня была перед ними ответственность. Не просто так я их родила. Я должна была увидеть, как они у меня растут, и как они становятся большими и умными женщинами. У меня две девочки. Я так горько плакала. Я не стеснялась. Я рыдала, в общем, наверное, на Сенделе. И даже не замечала вокруг никого. Я не заметила, как около меня оказался человек. От него не очень хорошо пахло. Он был в лохмотьях. Но он положил свою руку мне на голову, посмотрел мне на глаза и сказал, чтобы я успокоилась. Я посмотрела на него. Я действительно успокоилась. Он говорит, ты почему так плачешь? Я говорю, мне себя жалко. Я говорю, я должна умереть. Сейчас мне, конечно, смешно об этом говорить. Но тогда было не очень. Он говорит, вытри слезы и говорит, не надо плакать. Хочешь, я тебе помогу. Мне было так смешно. Знаете, я столько смеялась. Наверное, после того, как я много плакала, потом я долго смеялась. Наверное, это был уже буря эмоций, которые, как говорится, во мне. Продолжение следует.